Женщина, в отличие от мужчины, должна жить сердцем, она должна жить эмоциями. Мужчина логикой перевод, а женщина эмоциями. Я всегда спрашиваю девочек, моих пациенток любого возраста, спрашиваю, а вы в душе плачете или поете? Вы знаете, в норме у расслабленной женщины, которая радуется жизни, либидо повышается после 50 лет. Даже если 30% всех рекомендаций доктора женщина или мужчина будет выполнять, то это окажет очень хороший эффект. А есть у вас молоко, какое-нибудь соевое или миндальное? На кокосовом молоке есть. Есть? Я тогда буду на кокосовом. Хорошо, я на кокосовом. Отлично, хорошо, я сейчас плачу. Спасибо. А почему, Елен, вы воду заказали? А теплую, полезную. Ничего, не хочется. А кофе? Кофе я с ним пила уже. Есть ограничения, да? Друзья мои, здравствуйте. Я хочу вас сегодня познакомить с замечательной гостью, специалист по восточной медицине, психолог и очень много всяких регалий, Елена Алексеевна. Елена, вы знаете, у меня был такой опыт. Я, во-первых, когда начала работать на телевидении, вошла в кадр, я с тех пор плотно занимаюсь внешностью. Он – это часть моей работы. Я осторожно к этому отношусь, продумана, но всё-таки пробую многое. И знаете, что мне за всё время, за все годы дало самый большой эффект? Айурведа. Я помню, что я приехала в клинику в Индию в ноябре, три года назад, из Москвы, после какого-то проекта на исходе сил вообще. Я даже не помню первые несколько дней, но я помню точно, что на третий день в зеркале на меня смотрел другой человек. Молодо-красиво – это полдела, а смотрели счастливые, лучистые глаза. Что самое главное здесь в этом подходе, в чём фишка? Айурведа – очень интересная наука, древняя наука, и рассматривает человека, и особенно женщину, целостно. То есть нас интересует и психология, и эмоциональная сфера, и то, где женщина работает, в каких условиях, в каких условиях она живёт, есть ли у неё семья или она одинока, как много стрессов у неё на работе, есть ли у неё дети, есть ли у неё домашние животные, в каком климате она проживает. И, соответственно, все остальные вопросы, которые обычно задают врачи современной медицины. Также нас интересует, есть ли у неё друзья и подруги, сфера её интересов. То есть отличие в том, что вы проводите очень глубинное интервью, в том числе по образу жизни и по мировоззрению. Конечно, потому что в восточной медицине человеческий организм и его психика, его душа, его духовная направленность, они едины. Они едины, и поэтому мы рассматриваем целостную систему и вопросы задаём из каждой области, не только по самочувствию. Ну, в Айрведе считается, что есть три опоры для женского здоровья. Это качественный, достаточный сон. То есть женщина должна спать не менее 8 часов и непрерывно. То есть подъёмы ночью в туалет, например, или к ребёнку, которого женщина кормит, они неблагоприятно сказываются на нашем здоровье. Также вторая опора – это качественное питание. Считается, что нельзя готовить пищу вперёд на 2-3 дня. То есть пища должна быть свежеприготовлена. И третья опора для женского здоровья – это реализованная сексуальность. У расслабленной женщины, которая радуется жизни, либидо повышается после 50 лет, уходит проблема предохранения от нежелательной беременности. И если есть достойный партнёр, то это приносит большие удовольствия. Даже считается, что это приносит больше удовольствия от сексуальной жизни, чем в молодости. Считается, что если женщина нереализована в этой сфере, или у неё есть дефицит, или избыток, или негармонично всё это происходит, не тогда, когда она хочет, или не с кем, тогда нарушается естественный баланс. Потому что и в молочных железах, и в матке, и в женских холопиевых трубах, яичниках проходят определённые каналы, широты, и они должны функционировать. И стресс, конечно, стресс, то есть борьба со стрессом. Поэтому в клинику вы приезжаете, вы более расслаблены, вы в тёплом климате, вы настраиваетесь на отпуск, на то, что будете всё-таки отдыхать, несмотря на небольшую работу, которую вы там проводите, вы расслабляетесь. И это уже хороший лечебный эффект. Плюс масла, которые используются в айрведе, в том числе в косметологии, например, маски, смесь топлёного тёплого масла, подогретого, и мази-кункумади, которая на основе шафрана сделана, она приносит очень серьёзный эффект положительный для нас. И буквально 2-3 дня массаж лица с этой масочкой, и женщины преображаются. То есть для усталой, для увядшей кожи, для кожи, которая у нас у всех, жительниц больших городов, напичкана всевозможными микроэлементами из-за плохой экологии, всё это быстро уходит. Бытует такое мнение, что айрведа – это долго, это целый комплекс процедур, что это специальное питание, которое сложно встроить в нашу жизнь мегаполиса, в жизнь делового человека, потому что нужно этим заняться. К вам пришла, например, подруга? Они прописаны, эти правила. И одно из них говорит, что нужно отказать чрезмерно занятому человеку. Потому что айрведа – это целый комплекс процедур. Мы корректируем все жизненные ситуации. И если человек всё время занят, он не будет уделять достаточное время своему здоровью. То есть какие-то аспекты его жизни, они превалируют. Может быть, это амбиция. Может быть, это амбиции личные, профессиональные. Может быть, это дети, которых мы хотим водить на 15 кружков, и потому что нас общество не устраивает что-то. И общество нас к этому подвигает. Но даже если 30% всех рекомендаций доктора женщина или мужчина будет выполнять, то это окажет очень хороший эффект. А можете какой-то пример привести именно для аудитории женщин 45+. Да, например, для профилактики остеопороза, раннего старения и кальмактерических приливов крайне необходимо в то время года, которое у нас сейчас, делать промасливание. Это очень просто. Это можно сделать в домашних условиях. И даже лучше, если мы это будем проводить дома, а не в клинике в айрведической. Как это делается? В те дни, когда нет женщины, если женщина менструирующая, менструация, если она не болеет, у неё нет насморка, температуры, в общем-то, здоровая женщина, она может этим заниматься каждый день. Идеально вечером, чтобы потом не выходить на улицу. Но если нет возможности, можно и утром. Я, например, иногда делаю промасливание перед зарядкой и перед тем, как пойти на работу. Берётся масло любое на основе кунжутного зимой. Очень жарким женщинам, у кого часто бывает жар вечером или же как раз во время приливов, рекомендуем добавлять кокосовое масло, часть кокосового, часть кунжутного. Либо же берутся специальные айрведические масла. Сейчас очень много и в интернете айрведических ресурсов. Там не просто масло, там масло, сваренное с травами. И поэтому оно легко снимается в душе, в ванной. Не нужно использовать ни скраба, не нужно использовать ни гели для душа, ни мыла, ни какие мочалки. То есть после того, как вы промаслились, тщательно втёрли в себя масло. Промасливание, это значит просто ты делаешь самомассаж с помощью этого масла. И не нужно масла много, сейчас я расскажу. Примерно на наши с вами габариты три столовые ложки уйдет. Три столовые ложки? Да, масло обязательно подогревается, обязательно до комфортной температуры. Оно должно быть сильно-сильно тёплым. И второе правило масла обязательно смывается. То есть не нужно делать самомассаж с маслом и ложиться спать. То есть если мы отдельные участки тела, например, суставы нас беспокоят или же плечо заболело, мы можем отдельную часть тела промаслить, втереть туда масло тёплое и лечь спать, не смывая. То есть если мы всё тело промасливаем, мы обязательно должны масло смыть. А сколько нужно таких промасливых и главное, что они дают? Что дают? Они глубоко проникают до суставной ткани в наше тело, доставляют туда питательные вещества, то есть восполняют потерянную жидкость. То есть мы с возрастом теряем жидкость, немножечко высыхаем. Так же, как и наши межпозвоночные диски, уже не так насыщенные. Поэтому у многих проблемы с опорно-регитной системой. Это и с морщинами, и с состоянием кожи, и с тела, и с тургером кожи, естественно. Масло питает, глубоко проникает, захватывает вредные вещества и выводит их наружу. Поэтому его нужно смыть, иначе все эти вещества, которые масло вывело, они останутся на коже и закроют поры. То есть могут быть какие-то кожные проблемы. И желательно осенью и зимой это делать хотя бы три раза в неделю. Кто может, может это делать каждый день, с исключением тех моментов, когда нельзя, о которых я уже сказала. Эффект очень хороший. И если женщина начала промасливаться, она уже без этого обходиться не может. Можно не промасливаться в жару, и можно не промасливаться, когда на улице слишком сыро, слякотно. То есть не всегда это всем комфортно. Но в целом, чем женщина старше, и чем ближе она к периоду перименопаузы, менопаузы, тем эта процедура полезнее. Что еще, кроме этого? Может быть, от чего-то точно нужно отказаться? Да, конечно, от стимуляторов. То есть поменьше кофе. Я не говорю совсем резко все бросать, потому что если мы резко меняем систему питания, это тоже стресс. Поэтому потихонечку отказывать. Уменьшаем количество чашечек кофе в день. Уменьшаем количество или вообще желательно убрать количество алкоголя любого, сигареты. И постепенно, постепенно от этого уходить. Рафинированные продукты, сладости, полуфабрикаты, маргарин и сладости, кондитерские изделия с пальмовым маслом. То есть вафли, слоеная выпечка и печенье непонятно какого качества. Шоколад, я бы отказалась. Консервы, глубоко замороженные продукты. Сухофрукты, да, соки магазинные, сублимированные продукты. То есть даже сухофрукты и дегидрированные овощи хорошего качества, они по качеству своей сухости противопоказаны в возрасте за 45. И, конечно, физическая нагрузка. То есть если нет возможности пойти на танцы, поплавать, просто ходить. Просто ходить, и для этого не палки, никакие приспособления не нужны. Хотя бы 40 минут в день, быстрой ходьбы, в свободном режиме, без одышки, без напряжения, уже очень хорошо на нас влияет. Потому что хорошо кровоснабжаются органы, уходят застой крови и перестает болеть то, что обычно беспокоит. Конечно, мы много очень крови теряем до этого времени. Энергии, жизни, тонуса очень много. И накапливается некая вот эта проблема, что запас энергии просто меньше. Мужчин это по-другому происходит. Значит, да, запас энергии меньше. И для многих это паника. Им кажется, что это в них дело, что они в чем-то виноваты, что это просто ужас. Хватаются за голову, что делать, как жить. Как аюрведа здесь может помочь? Какие есть ресурсы поднять уровень энергии? Усилить обмен веществ. И благодаря этому мы еще и не будем прибавлять массе. Но женщины обычно бывают склонны к двум конституциям. И если она много жидкости теряет по своей природе, то она становится сухонькой. А другая женщина накапливает жидкость. И тогда она расплывается. Это можно скорректировать. И с помощью увеличения обмена веществ, препараты, упражнения, определенные процедуры. Очень легко это сделать и в домашних условиях. И второй вариант – это, конечно же, снижение градуса своей жизни. То есть нужно все чуть-чуть помедленнее делать. Вот как это интересно. Все то же самое, но чуть-чуть порасслабленнее. То есть когда женщина расслаблена, у нее нет спазма ни сосудов, ни каналов. Если она удовлетворена тем, что она делает. То есть я рекомендую расстаться с токсичными отношениями, если они мешают жить. С какими-то ненужными обязательствами. То есть не нужно на себе ворох проблему нести. Нужно снижать уровень внутренней критичности. Конечно, обязательно. Хотя многие к этому, наоборот, склонны. Да, да. То есть стараться немножечко внутрь себя заглянуть, что нам нравится, что не нравится. Если это не приносит нам удовольствия, может быть, с этим лучше расстаться. Я всегда спрашиваю девочек, моих пациенток любого возраста. Спрашиваю, а вы в душе плачете или поете? И вот в зависимости от этого женщина должна решать свои проблемы. Хорошо ей в этом моменте или что-то не нравится. Может, нужно работу поменять. Может быть, партнера. Может быть, в отпуск съездить. Может быть, какие-то ненужные обязательства убрать. Ну и разобраться в своей жизни. Сейчас ты хочешь пойти, потому что, конечно... Да, потому что 45 – это баба ягодка. То есть идет гормональный всплеск перед угасанием. И впереди еще очень-очень много лет счастливой, я надеюсь, жизни для всех. Потому что если женщина была счастлива до этого периода, она точно так же может, еще больше даже, быть счастлива в возрасте за 45. Многие проблемы уходят. Подрастают дети. И материально становится жизнь более стабильной. Женщина гораздо более мудрой. Айурведа рекомендует всем женщинам любого возраста, но особенно старше 45 лет, ложиться спать не в тот день, когда встаем. То есть хотя бы в 23 часа, в 23.30. То есть ночные занятия, ночные хождения, выставки, обучение – это все очень-очень вредно. Потому что наши гормоны выделяются по ритмам, природным ритмам. Они связаны с лунными циклами и с любыми другими. И поэтому если женщина нарушение менструального цикла, и она беспорядочно ложится спать ни в одно и то же время и поздно, с этим очень трудно работать. С точки зрения восточной медицины есть не только психосоматика, а само-то психиатрия. То есть воздействие с помощью натуропатических средств, травяных, минералов на определенный орган, мы меняем свои эмоции. То есть тут работа может идти в двух направлениях. То есть если человек ревнивый, гневливый, мы восполняем печень, и все становится хорошо. А если он все время… Синяя горна превращается просто в модную, да? Да. А если он зациклен на работе и мысли не останавливаются, мы можем укрепить его систему общеварения поджелудочную железу, например, и он также начнет более расслабленно себя чувствовать. Особенно это важно для женщины, потому что женщина, в отличие от мужчины, должна жить сердцем, она должна жить эмоциями. Мужчина логика переводит, а женщина эмоциями. Все восточные медицины отрицательно относятся к любым инвекциям. Это называется пришпоривать загнанную лошадь. Японские женщины, китайские женщины употребляют продукты сои, это тоже фитоэстроген, поэтому они практически не страдают от прилива, они не знают, что это такое. Когда человек приходит к врачу современной медицины, ему ставится диагноз, это считается начало болезни, а в аюрведе это уже пятая стадия болезни, то есть это уже рассвет заболевания. Вот очень интересный аспект этот, ведь действительно сейчас, наверное, первое поколение этих женщин 45+, живет в таком ритме, в котором раньше женщины такого возраста не жили. Было естественное замедление темпов, как-то люди по-другому планировали вообще свою жизнь, никто не начинал проекты новые, огромные, да, 45+, никто в это время не вел большое количество направлений разных, в общем, такого количества активных действительно женщин, которые на полном скаку еще, да, врачи эти силы, как-то приезжает сейчас, да, такого не было. Для женщины вообще 45+, стоит пересмотреть свое отношение с работой, со своим собственным делом, каким бы важным, объемным, большим оно ни было. Совершенно верно. В идеале в некоторых мусульманских странах, насколько я знаю, в Тунисе есть такая система, в ряде других стран работающие женщины, получая зарплату за полный рабочий день, а работают половину или несколько дней в неделю. Или у японских женщин, они выходят на работу, когда дети подросли, на 3-4 часа в день. То есть если женщина хочет работать, она должна работать, но не уставать сильно на работе. То есть у нее должны оставаться силы для себя, для своей семьи, для каких-то личных увлечений, для хобби. И на здоровье, конечно, да. Сейчас я знаю очень популярные инъекции, так называемых иммуностимуляторов, модуляторов, и таких препаратов, как Лайонек, Мелсуман, именно для поддержания в том числе жизненных сил, тонуса такого, которые дают яркий всплеск. Как вы к ним относитесь, и какое есть решение у Юрведа на эту тему? Все восточные медицины отрицательно относятся к любым инъекциям. Это называется пришпоривать загнанную лошадь. И все эти препараты считаются токсичными. Они глубоко, особенно инъекционные, глубоко в глубокие ткани сразу доставляются и нарушают работу и гормональной системы, и нервной, и иммунной. Скажите, как вы относитесь к ЗГТ? Сложный вопрос. Бывают ситуации, когда гормональные препараты назначаются по жизненным показаниям, куда-то от этого деваться. Но я против, и все мои коллеги, занимающиеся восточной медициной, против того, чтобы всем женщинам в массовом порядке они назначались. Для чего? Чаще всего женщины просят для того, чтобы снизить, например, отрицательные явления климакса, такие как приливы. И второй момент, чтобы дольше не стареть. И мало кто из врачей современной медицины сами хорошо осведомлены о побочных эффектах, и мало кто рассказывает о них женщинам. Второй момент. Многие женщины, которые не занимаются регулярной физической нагрузкой и вообще своим здоровьем, они имеют проблемы с мелкими сосудами, с капиллярами. И именно они чаще страдают от приливов. То есть происходит нарушение и питания тканей, и отвод продуктов обмена. Значит, спорт является профилактикой? Конечно, потому что нет застоя в тканях, нет застоя в каналах, и организму легче адаптироваться к нагрузкам. Женщины с нарушениями в микроциркуляторном русле, они более подвержены инфарктам, инсультам, брикозному расширению вен и повышению артериального давления. Мы немножко от гормонов отошли. Что противопоставляет Аюрведа в решении вопросов от... Я всем женщинам рекомендую замечательную книгу автора Клаудии Уэлч «Гормональное равновесие и равновесие в жизни». Книга будет полезна женщинам любых возрастов, от подростков до очень пожилых. Здесь рассмотрена гормональная система женская в различные периоды жизни, в различные физиологические состояния простым доступным языком с правилами коррекции этих состояний и с тем, что мы можем сделать, как изменить свое питание. И даже рецепты есть. Идет изменение плавного гормонального фона, естественные процессы, и нарушается иногда синтез нейромедиаторов, нарушается их соотношение, поэтому можно применять определенные добавки, опять же, индивидуально, в зависимости от проблемы. Женщина куда идет у нас в сторону депрессивного фона или в сторону раздражительности. И подбираются препараты, подбираются добавки, подбираются специальные упражнения, массаж точек биологически активных делает. Которые может сама делать? Сама, сама массаж. То есть это занимает очень мало времени, но дает колоссальный эффект. И этот инструмент любая женщина может освоить и применять. На самом деле сейчас и медицина, и косметология, и геронтология, это отдельная такая тоже сфера, которая изучает проблемы старения, молодости. Сейчас она зона высоких концентраций, научных каких-то разработок, открытий. Айурведа смотрится на этом фоне такой медицинской библии, что ли. Таким заветом определенным. Насколько Айурведа учитывает какие-то новые технологии? Или все-таки это консервативное знание? И этого достаточно Айурведе? Вы знаете, 80% того, что сейчас открывает. Мы не берем в виду инъекции стволовых клеток, мы не имеем в виду пластическую хирургию, хотя она тоже есть в целый раздел пластической хирургии. В Айурведе 4 тысячи лет назад и именем пластического хирурга Айурведического сушерлутера названа Академия пластической хирургии в США. Потрясающе. Например. Мало кто об этом знает, но если глубоко изучать тему, можно очень много интересного для себя найти. Поэтому и многие препараты гормональные, они сделаны на основе трав. Например, тот же дефастон сделан на основе дикого ямса, вайлд ямс, который те же американцы, американские женщины очень любят использовать в возрасте за 45. Эффект прогестероноподобный, но это прогормон, это фитоэстроген. Так же, как японские женщины, китайские женщины употребляют продукты сои, это тоже фитоэстроген, поэтому они практически не страдают от прилива, они не знают, что это такое. И еще один маленький-маленький совет женщинам нашей страны, нужно с возрастом резко сокращать, постепенно, но в большом объеме, сокращать количество употребляемых кисломолочной продукции, потому что в нашем климате она способствует образованию тех же миом и узелков молочной железы. И я думаю, что моя аудитория меня не простит, если я все-таки не задам этот вопрос. Что говорит Аюрведа о сохранении либидо после 40-го месяца? Должен быть хороший базовый уровень энергии. Это мы можем сделать с помощью образа жизни, препаратов определенных, восполняющих энергию и упражнений. И ко всему прочему нужно делать упражнения на растяжение мышц бедер, то есть упражнения на растяжку, потому что там очень много точек, которые... Стимуляция... Стимуляция, да, либидо, то есть с обратной связью улучшается кровообращение, то есть все упражнения на раскрытие таза, все упражнения на улучшение работы поясничных мышц, ягодичных мышц, мышц промежности, мышц нижней части живота. И Аюрведа нас предостерегает отношения тесных брюк, ремней, синтетического белья, колготок в обтяжку, потому что все это вызывает застой крови, застой энергии и не способствует хорошему женскому здоровью, хорошему либидо. Еще, мне кажется, важно сказать о том, что если до какого-то времени, правильно я понимаю, поправьте меня, до какого-то времени возраста, я имею в виду сексуальная жизнь, имеет такой характер более стихийный, просто нам это дано природой, вот в таком объеме, мы можем это развивать, можем как-то применять по-разному, то после 45 тоже нужно поработать здесь. И без этого просто рассчитывать на природу уже не приходится. Существует такое понятие, как ОДЖИС, жизненные силы, или ЦИН в традиционной китайской медицине, который мы получаем от родителей в момент рождения, и он определяет и продолжительность нашей жизни, и качество нашей жизни, как мы будем адаптироваться к условиям окружающей среды, к стрессу, к заболеваниям, как переносить их будет, сколько у нас будет детей, и также определяет продолжительность нашей сексуальной активной жизни. И вот чтобы его не истощать, нужно вовремя ложиться спать, работать без перегрузок, физическая нагрузка не должна быть слишком сильной, и родов не должно быть слишком много, или вообще такого, что их вообще нет, потому что нарушается проходимость каналов. И, конечно же, правильное питание, чтобы правильно формировались ткани, и избегать чрезмерного сексуального возбуждения, чрезмерных нагрузок, тем более пропискует это, потому что в молодости многие растрачивают этот потенциал, вместо того, чтобы его приберечь и равномерно использовать в течение жизни. Поэтому все умеренно должно быть, любые нагрузки должны быть умерены. Это основной принцип иурведы. То есть если мы можем пробежать 10 километров, надо пробежать 5. Нужно немножечко сохранить этот отжиз, и тогда тратить его на удовольствие. А не на восстановление от болезней. Ну что, я думаю, что у каждой из нас есть уже своя какая-то система. В чем-то мы правы, в чем-то куда-то мы еще идем. Я, например, больше 20 лет не ем мясо, свела к минимуму употребление кофе, с другими веселяющими напитками работаю. Но вот сегодня с чего можно начать? Самое простое – заснуть в 11 часов, чего и вам желаю. Так что пока, я пошла спать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok